Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Как сделать так, чтобы качество предоставляемых населению услуг было соответствующим? Какие общественные организации выявляют нарушения и контролируют их устранение? И как в целом сделать нашу жизнь достойной и защищенной? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Руководитель региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта качества повседневной жизни Руслан Ифиндеев и эксперт ОНФ Екатерина Гудзима. Здравствуйте, Екатерина и Руслан. Но сначала хотелось бы начать с общего. Вот эта группа рабочая, качество повседневной жизни, когда была создана, для чего и какие цели, собственно говоря, вы сами для себя лично ставите в этой работе? Вот. В связи с тем, что начал действовать Общероссийский народный фронт, было принято решение о создании пяти рабочих групп, которые должны работать целенаправленно по выполнению майских указов президента от 7 мая 2012 года. Непосредственно группа занимается всеми вопросами строительства, жилищно-коммунального хозяйства, предоставления услуг населения и теми проблемами, которые возникают в ходе бытовых вопросов у населения. Кроме того, что у нас основополагающим является Т-600 указ президента. После этого были проведены еще два форума действий Народного фронта, на которых были зафиксированы и запланированы мероприятия для правительства Российской Федерации, которые должны были принять меры для их качественного выполнения. Однозначно, эту работу проводили не только в последнее время, эта работа проводилась и в течение всего этого периода, и сегодня уже пришло время подводить итоги. Как выполняются указы президента, как выполняются те поручения правительству. И на основании этого у нас в августе месяце был круглый стол в Москве, где регионы были заслушаны по вопросу того, как проводится эта работа на местах. Ну вот Самарский регион, как он на фоне других? Мы на фоне других выглядели неплохо, но вопросы есть, они требуют доработки. Все поручения, которые нам приходили, мы отрабатывали совместно с активистами, с экспертами. Эти все предложения мы концентрировали на уровне исполкома и выдвигали это дело в центральную группу. А группа уже непосредственно с Министерством строительства Российской Федерации эти вопросы подымала на заседание правительства и так далее. Понятно. Вот хочется теперь Екатерине слово предоставить. Вы как эксперт ОНФ по какой сфере и области специализируетесь, собственно говоря? По сфере ЖКХ. И, конечно же, теперь наиболее актуальная тема, которая волнует сейчас, наверное, каждого горожанина, это, конечно, капитальный ремонт. Сейчас эта тема достаточно актуальна. Почему? Потому что это новая система, мы входим действительно в новые реалии, понимаем, что без капитального ремонта наши многоквартирные дома, построенные в прошлом еще, в прошлом веке, не смогут в дальнейшем обслуживать и создавать комфортные условия для проживания жителей и собственников. Поэтому необходима, конечно, определенная работа по модернизации, по ремонтным работам, текущего плана, капитального ремонта, аварийного и так далее. То есть капитальный ремонт, конечно, оправдан? Абсолютно, да. И актуален, оправдан. И более того, сейчас нужно говорить о том, что не проводя работу по капитальному ремонту, мы, к сожалению, будем получать более худшие результаты. А президент Российской Федерации настаивает на то, чтобы качество жизни наших граждан только повышалось. Поэтому, к сожалению, без капитального ремонта мы это достичь не сможем. Другое дело контроль за тем, как проводятся работы по капитальному ремонту, как собираются деньги и так далее. Вот я знаю, что ОНФ проводил мониторинг как раз вот по этой теме капитального ремонта, проводимого в губернии. Какие есть итоги, выводы, результаты вот именно по этому мониторингу, Руслан? Есть у вас такие сведения, статистики? Ну, вот мы, Екатерина сказала о том, что этот мониторинг был проведен для того, чтобы все-таки понять, на каком уровне. И так как Самара являлась пилотным проектом, да, то есть на нескольких регионах это дело пробировалось. Ключевой вопрос стоял только в одном. О том, что кроме того, что был организован региональный оператор, да, собственникам была предоставлена возможность выбрать тот или иной вариант сбора средств, да, выполнения работ. Вот, то есть это было предоставлено время. Вот, после этого уже началась та работа на земле по поводу реализации этого проекта. Здесь можно сказать одно о том, что, к большому сожалению, то, что собственники жилья до сих пор не осознали вопрос того, что этим вопросом не должна заниматься только власть. Да, этим вопросом должны заниматься две стороны. Это те, кто собирает эти средства и платит, да, и те, кто должны исполнять. Вот, и здесь вот на том же круглом столе подымался вопрос, как все-таки поднять уровень сбора этих средств, участие общественных организаций в той работе, которую проводит региональный оператор, повысить уровень ответственности и самого населения в вопросах того, что если мы заплатили деньги, то мы вправе получить качественную услугу, да, но этим надо заниматься. И здесь вот на последних совещаниях и на общественном совете при фонде капитального ремонта однозначно ставится вопрос о том, что одного желания власти выполнить ту или иную программу для этого очень мало. Для этого должны еще в этом процессе участвовать и собственники. И не просто присутствовать, а именно участвовать активно. Да, вот как раз вот Екатерина, она, наверное, как эксперт и сама участвует в этом. И как вот на уровне вот как раз вот домов реальных, многоквартирных, вот эту работу проводить, чтобы жильцы понимали значимость, важность и необходимость, так скажем. Да, ну сейчас у нас в регионе проходит серия семинаров о капитальном ремонте. Необходимо сказать, что с 2013 года, даже еще до момента утверждения региональной программы капитального ремонта, такие семинары уже по разъяснению действующего законодательства. Это 60-е годы Самарской области. Теперь у нас вступили в силу изменения в 60-е годы. 11 января появился 9-е годы, который некоторые, скажем, шероховатости 60-го сгладил, да, и внес изменения, которые уже были оправданы практической реализацией закона. Рассказывать об этом нужно постоянно жителям. Жители должны об этом интересоваться. Должны, самое главное, понимать, конечно, свою долю ответственности. Что от их активности, от своевременности принятия решений, проведения общих собраний собственников по вопросу капитального ремонта, зависит в дальнейшем реализация капитального ремонта на их доме. Потому что есть определенные, четко установленные законом сроки. И нужно понимать, что если собственники его нарушают и не принимают решения вовремя, таким образом мы сдвигаем, сдвигаются и сроки проведения конкурса, определения подрядчика. А если, например, у нас условно ремонт крыши, то мы должны понимать, что мы очень сильно зависим от климатических условий. И ремонт крыши кровли у нас должен осуществляться четко с мая по сентябрь. И ни в коем случае кровля не должна быть открытой в декабре месяце или в феврале, как мы это иногда видим. Это нужно говорить о том, что это не только промахи фонда капитального ремонта, подрядчиков, но и собственники должны тоже понимать, что чем быстрее они примут решения, чем быстрее они оформят соответствующие документы, внесут свои предложения и поучаствуют в различных этапах организации и проведения капитального ремонта, тем эффективнее, а самое главное, качественнее они получат результат. Понятно. Вот хотелось бы уточнить два момента. Вы сказали, что были изменения. Жители после 80 лет, по-моему, принято решение, что они не будут оплачивать этот капитальный ремонт? Есть рекомендации правительства Российской Федерации, но у нас это пока в законодательном акте в каком-то именно Самарской области подтверждение не нашло. То есть у нас пока это еще не принято. И второй момент. Если жилец какой-то квартиры не пускает, вот уже идет ремонт, меняются стояки по всему подъезду, а он просто не пускает работников к себе, ну отказался, я не хочу, чтобы у меня тут ремонт, вы будете сейчас мне тут все рушить. Очень часто бывает такая ситуация. Насколько законны действия вот самих вот этих жильцов? Действия собственников незаконны. Более того, люди ссылаются на то, что они действительно недавно только поменяли именно свою часть инженерных систем, но должны понимать четко, что то, что меняется целиком полностью, оно действительно и по гарантийным срокам, и по качеству будет более выше. Если мы убираем и оставляем часть какого-то более старого материала, оно может быть разным по диаметру, да, разным по материалу, из которого изготовлено, разным по качеству, из которого изготовлено. Конечно, мы сразу понимаем о том, что на стыках, где наверху, там, например, с верхнего этажа, с нижнего этажа произошли стык, произошел, то там, возможно, действительно аварийная ситуация, протечка и так далее. Поэтому всегда председателям Совета ФМКД советуем обязательно с таких людей не обязательно брать расписку о том, что всю ответственность за затопление нижних квартир, конечно, он берет на себя, он должен эту ответственность понимать. Потому что, делая ремонт, у нас люди очень часто вкладывают эстетическую составляющую больше, нежели действительно какую-то вот инженерную мысль. И потом, получается, вы мне раздолбаете всю стену, да, уберете плитку, плитка будет нарушена, эстетический вид моей квартиры будет нарушен. А говорить о том, что нужно это сделать, и сделать какие-то временные паттерны для того, чтобы можно было доступ осуществить в любой момент, ну, в общем-то, это должно быть, наверное, у каждого собственника в голове, прежде чем эстетическая красота. И это тоже важно и разъяснять, и чтобы люди понимали, вот, действительно, из-за эстетических моментов. Руслан, скажите, пожалуйста, управляющие компании вот в этой цепочке капитального ремонта какую роль играют? Они вообще как-то в нем участвуют? И к ним нужны какие-то требования или пожелания? Очень хороший вопрос, и правильно вы сказали. В этой цепочке, да, значит, в ходе мониторинга, который проводили мы, и когда мы подводили итоги работы фонда капитального ремонта, выявилось как раз то, что где-то какие-то цепочки, они разорваны, в связи с тем, что те, кто в этих процессах участвуют, они немножко не понимают своего участия и не видят своего участия. И с этим вопросом мы столкнулись изначально, да. Что касается управляющей компании, ну, давайте понимать о том, что тот фонд, который отремонтируют, его будут им будут управлять и эксплуатируют управляющие компании. И им выгодно сегодня контролировать. Сегодня мы уже опять же совместно с фондом капитального ремонта пришли к мнению, что какой-то часть объемов тех работ, которые ключевые проводятся на жилом фонде, в этих процессах должны участвовать однозначно управляющие компании. Но при этом мы, ведя переговоры с управляющей компанией, говорим, что у вас есть основной вид деятельности, да, которую вы должны выполнять, ну, не ниже, чем на хорошо, да, вот, прежде чем идти и нести какую-то дополнительную функцию. Но управляющие компании готовы, вот, и этот процесс уйдет в этом, в Тольятти. Этот процесс сейчас по работе управляющей компании, именно по выполнению работ и по участию их в работе регионального оператора, потому что это и вопрос управляющей компании находится ближе к собственникам, да. Это вопрос и качественной дефектовки, это вопрос качества приемки этих работ, это вопрос и принципа того, что если ты что-то делаешь, ты не должен поломать то, что уже сделано. Вот, а управляющие компании на сегодняшний день, они и текущие ремонты выполняют, и эксплуатацию здания, и доступы места общего пользования, и вопрос потребления электроэнергии на местах общего пользования. Поэтому и стоит вопрос о том, что сегодня в двух направлениях управляющей компании, кроме того, что она может участвовать в работе фонда капитального ремонта, она еще со стороны собственников должна принимать участие в приемке работ, соответственно, в согласовании тех или иных дефектовочных ведомостей. И еще мы поставили вопрос перед фондом капитального ремонта, почему бы управляющие компании не принять участие для того, чтобы увеличить сбор этих средств, чтобы они в этом вопросе по работе с дебютовской задолженностью. Потому что, опять же, если мы будем анализировать, что мы сегодня собрали на сегодняшний день, ну вот в Екатеринбурге, например, город собрал уже более 5 миллиардов рублей именно по вот этому направлению. Но освоение у них очень низкое, этих средств. Но при этом эти средства уже собраны. То есть это разъяснительная работа, и управляющая компания, в принципе, к этому готова. Да, и вот какие-то, наверное, ошибки были совершены в самом начале вот этой компании по капитальному ремонту, когда людям недостаточно разъяснили вот эту цепочку, когда что будет сделано, за какой ответственность. И управляющая компания, почему в этом должна участвовать? Еще очень важный момент – это согласование видов текущего ремонта и капитального ремонта. Были действительно ситуации, когда выходили и меняли, например, электрику в многоквартирном доме после того, как был сделан косметический ремонт подъезда. И понимаете, результаты, то есть были вложены и здесь средства, и здесь средства. Поэтому очень важно, что председатель Совета дома или председатель ТСЖ ЖСК, чтобы действительно произошло очень грамотное дополнение текущего ремонта капитальным или капитального ремонта текущим, чтобы дом действительно рассматривался как система, которую необходимо в целом комплексно ремонтировать. Вот если все-таки на обязанности собственников жилья обратить внимание, какие они у них в отношении проведения капитального ремонта? Вот с чего начинать? Ну, платить, наверное, да, первое или что? Ну, прежде всего, конечно, прежде всего оплачивать и знать, какой год и какой вид ремонта запланирован на их многоквартирном доме. Есть утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Самарской области, куда включены абсолютно все многоквартирные дома. Поэтому собственники могут ознакомиться с ней уже с 29 ноября 2013 года и обязательно знать, в каком же году запланирован ремонт и какой конкретной системы. Если данная система была отремонтирована именно, например, за какие-то иные средства, да, и она не в таком катастрофичном состоянии, как другая, другой какой-то вид, то, конечно, нужно менять. Нужно менять вид ремонта. Например, если вы понимаете, что стояки и лежаки у вас приведены в порядок, а кровля течет, а у вас поставлены все-таки инженерные, нужно менять на кровлю. Ну, вот эти вот решения такие вот принципиальные для каждого дома, они на каком уровне принимаются? На решение общего собрания. Ну, вот это же очень сложно собрать, вот общие собрания. И каждый раз вот менять вот это или это и собирать собрания, это тоже не вариант. Нужно четко понимать, что, в общем-то, по большому счету, с введением в жилищный кодекс такого нового института, как Советного квартирного дома с 2011 года, периодичность проведения общих собраний увеличилась. У нас четко написано в жилищном кодексе, что мы, как собственники, обязаны один раз в год проводить общее собрание. Утверждать план текущего ремонта, утверждать отчет, утверждать смету и так далее. Поэтому нельзя сказать, что это процедура, которая стала для собственников очень уже такой неизведанной, неизвестной, страшной. Нет, на самом деле, сейчас уже собственники на своих многоквартирных домах проводили не одно собрание. И, в общем-то, с ней уже знакомо. Конечно, когда многоквартирный дом очень большой, 8-10 подъездов, это очень сложно. Но, тем не менее, опять-таки, мы должны четко понимать, что нам нужно провести общее собрание, согласовать вид ремонта и согласовать дефектную ведомость, если у вас уже пакет предложений от капремонта пришел, именно в сроки, установленные законом, и не затягивать. После этого направляется данное решение, направляется в фонд капитального ремонта. И самое главное, всегда собственникам говорим, выбирайте уполномоченного представителя собственника. Конечно, управляющая компания будет присутствовать при приемке работ, но это управляющая компания. Важно, чтобы был ваш представитель, представитель собственника. И те дома, которые говорят о том, что, ну нет, ну кто-нибудь же примет все равно этот ремонт, мы вот не будем выбирать собственника. Они очень сильно ошибаются и проигрывают изначально сразу. Конечно, муниципалитет назначит ответственного представителя, и какое-то должностное лицо этим займется. Но это должностное лицо. А вы, как собственники, будете устранены от этого. Вот это очень важный, очень такой критический момент. Еще один вопрос, тоже этот вопрос надо рассмотреть. Еще дополнение в другой плоскости. Если собственник сегодня платит деньги, и надо ему поменять отношение к этому вопросу, он же платит свои деньги. Второй момент какой? Екатерина правильно сказала о том, что не может никаких действий произойти на доме, если нет той инициативной группы, которая может это взять на себя. Не просто взять и создать хаос, а именно взять и согласно законодательству все это правильно организовать. Потому что ту процедуру, про что сказала Екатерина, ее должны организовывать живые люди. Вот этот совет маркоквартирного дома, он как раз должен в этом процессе участвовать. И мы в тот же момент, когда вот эти встречи начались в этих районах, и люди прям, ну как из первых уст задают вопрос, мы говорим, надо повышать свою грамотность именно в вопросах законодательного и правового поля, который позволит вам даже нерадивых подрядчиков ставить на место и требовать от них выполнения договорных отношений и всего этого. В этом вопросе очень сильно подключились и депутаты, которые у нас сегодня участвуют. Очень много инициатив они проявляют в работе именно регионального оператора. Это и в промышленном районе, как и в советском районе, в железнодорожном районе. И здесь и управляющая компания готова в этом вопросе собственникам помочь. Потому что они заинтересованы в том, чтобы люди были на их стороне. Не по принципу, поставив галочку или подпись, а по принципу, мы совместно сделали дом, тем местом, куда приятно приходить. Вот хотелось бы еще уточнить по качеству. Вот уже же проведены какие-то работы по капитальному ремонту. Вот как сегодня вы можете оценить качество проведенных работ? Жалуются люди, скажут, вот нам отремонтировали, а вот тут что-то не так, тут не то. Или нет? Или все-таки хороший уровень? Вот так вот в целом. Здесь можно сказать в двух моментах. Если не работают, значит нет недостатков. Недостатки, они будут всегда. Есть человеческий фактор, есть подрядчики, которые, соответственно, есть несовершенство того законодательства, которое вот с теми предложениями, которые мы выходили на основании мониторинга, которые поправляют. Те же гарантийные обязательства, которые раньше были три года, теперь это уже пять лет. Они есть, но они все устранимы. И, соответственно, опять же, если этого захотят собственники. Вот в чем смысл. То есть не то, что там все упирается в собственников. Нужно менять свое отношение. Мы заплатили деньги, мы должны получить качественную услугу. Если этой качественной услуги нет, вы в праве, в правовом поле. И если вы грамотно в этом вопросе подготовлены, депутаты готовы, управляющие компании готовы, общественные организации готовы в этом вопросе помочь собственнику. Ну, должно быть желание. Понятно. Вот, кстати, относительно денег, может быть, вот такая низкая собираемость все-таки еще идет от недоверия людей. Они думают, что вот мы вот в общий котел вот эти свои деньги платим, платим. Как потом, когда, в каком качестве все это нам вернется, непонятно. Вот я хотела вас уточнить. Вы на вот этом финансовом уровне контроль вот можете проводить? Вот центральные части сбора, не вот не на местном уже, когда там они расходуются по каким-то вот сметам и счетам, а вот в общем и целом, чтобы контролировать уже вот саму верхушку, если так можно сказать. Сейчас очень хорошее и тесное взаимодействие Общероссийского народного фронта налажено именно с Госфинконтролем, да, и с счетной палатой. Ровно для того, чтобы отслеживать действительно целевое назначение денежных средств и самое главное, насколько эффективно были потрачены денежные средства. Но это невозможно сделать, опять-таки, без наших собственников. Почему, да? Потому что только собственники знают, сколько метров трубы, сколько задвижек условных, да, я говорю, было на их доме поменено. И были действительно случаи, которые фиксировались Общероссийским народным фронтом при выездных различных мероприятиях, когда устанавливали старые узлы, да, устанавливали старые задвижки, вентиля и так далее, записывая их как новые. И только благодаря активным жителям и благодаря председателям Советов МКД эти ситуации выходили, они становились публичными, о них узнавали, и ситуация кардинально менялась. Нужно сразу отметить, почему именно наша работа началась с мониторинга. Потому что информация абсолютно противоречивая. Есть люди, которые действительно приходят, председатели говорят, у нас прошел замечательный капитальный ремонт, мы его просто не заметили. И есть рядом стоящий дом, который сказал, вы знаете, ну это просто какой-то кошмар, мы не можем никак заменить, мы никак не можем, наконец, получить качественную услугу, мы никак не можем в утопительный сезон, в конце концов, войти вовремя и со всей подготовленной системой. Поэтому здесь вопрос идет, и одна из инициатив экспертов Общероссийского народного фронта, именно в том, чтобы составлять реестр подрядчиков, подрядных организаций, недобросовестных. И это очень важно, и здесь, конечно, без работы в федеральной антимонопольной службе не обойдется. Потому что есть у нас, к сожалению, подрядчики, которые не выполняют свою работу, либо выполняют ее крайне плохо. И именно избавление от таких подрядчиков в целом повысит и уровень доверия. Потому что, к сожалению, именно они подрывают тот уровень доверия, который есть у населения. Слыша плохую информацию о качестве проведенного ремонта, она очень быстро распространяется и заражает людей. Желательно даже показывать какие-то хорошие примеры. Успешные. Допустим, у меня коллеги по работе говорят, что у них провели уже часть капитального ремонта, и все остались довольны. До такой степени выполнено все качества. И даже потом, через какое-то время, пришли еще раз сотрудники вот этой подрядной организации, спросили, все ли хорошо, не появилось ли там каких-то протечек и чего-то. Вот это уже говорится. Поэтому здесь, конечно, мы говорим именно о том человеческом факторе и о той компании, которая просто действительно выполнила свою работу безобразно. Да, Руслан, вы что-то хотели вот дополнить. Здесь вот очень большой вопрос, и вопрос того, что все вот эти недоверия и так далее, оно формируется на фоне слухов, закрытой информации, которая была до определенного момента. Сегодня тот же фонд капитального ремонта, он раскрыл эту информацию. Где-то мы этот вопрос подкорректировали. И чем больше народ будет проинформирован, тем меньше вот этого недоверия повысится и сбор платежей, и не будет подхода, типа до меня очередь не дойдет, а потом заплачу, успею. Сегодня вот те инициативы, которые мы выдвигали по поводу того, чтобы, ну, к большому сожалению, если кто-то исправно платит, а кто-то не платит, значит, у нас с Нового года уже начали действовать пения. Следующий вопрос, это то, что если дом собирает от 80 до 90 процентов, то можно выходить с инициативой по перемещению сроков проведения. Пораньше, да? Да, по этому вопросу. Да, очень много вопросов у людей возникает именно по принципу вот у нас подготовка к чемпионату мира, а как вот нас обязывают делать фасады, да, потому что гостевой маршрут, а мы, у нас горит там, мы, так, инженерные сети. Вот, хочу заверить, что отдельно под это средство выделено для того, чтобы подготовка гостевых маршрутов, это деньги, которые не относятся к средствам фонда капитального ремонта. Поэтому, опять же, если эта работа запланирована, ее вправе собственники поменять общим собранием жителей. Вот, и на местах, и управляющие компании готовы это дело поменять, потому что это средство никак не относится. Вот, поэтому, если сбор нормальный, и, соответственно, есть та инициативная группа, которая это, то эти дома будут и по качеству отремонтированы намного выше, и гарантии будут соблюдены, и при этом, соответственно, будет тот контроль, которого больше всего боятся те, кто хочет как-то некачественное... Екатерина, вот ответ... А сам контролер-то самый ответственный, кто, вот, опять же, вот при конечном уже результате, при проведении капремонта, кто отвечает? Я считаю, что однозначный собственник. Вот, не председатель дома, вот этого, на квартирного совета? Уполномоченный представитель собственников по вопросам организации проведения капитального ремонта. Это может быть председатель совета дома, это может быть другой собственник, который именно будет отвечать за момент организации проведения капитального ремонта. Который привлекли. Конечно, потому что все-таки желательно, чтобы это был человек со строительным образованием, чтобы он понимал, что к чему, и, в общем-то, какие-то элементарные вопросы. Все-таки, когда вы сказали сам собственник, я думаю, вот, действительно, Не надо это перекладывать. Мы должны все говорить о том, что должностное лицо – это должностное лицо. Он где-то посмотрел, где-то не досмотрел. Вы досмотрите и увидите то, что не увидит никакой, самый даже претензионный эксперт. Руслан, еще буквально 20 секунд у нас остается. Как говорил один видный руководитель, что у каждой ошибки, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Поэтому собственники должны это дело взять в свои руки. И будут ли это качество определять и принимать комиссия, решающее слово будет за собственника. Однозначно. Поэтому комиссия будет это дело приняла. У нас есть факты, где собственники расписались по поводу того, что лифт принят в эксплуатацию. Но все мы прекрасно понимаем, что собственник это дело реально оценить не может. Поэтому принимает комиссия, где участвуют и общественность, и те же депутаты, и управляющие компании, которым потом это дело все эксплуатировано. Да, но ключевое звено – это все-таки собственник. Спасибо большое за такую разъяснительную беседу, информацию. Еще несколько минут. Контроль проводимый с вашей стороны. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!